Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» бережно везет запчасти из Европы для вашего автомобиля, чтобы он ездил и не болел. Также помните, что в компании «АвтоСтронг» есть прекрасные предложения по ноускатам, салонам автомобиля, оптике и другим запчастям. Мы продолжаем работать по вашим комментариям. Итак, встречаем японский 1ZZ-FE. В семействе двигателей Toyota ZZ несколько силовых агрегатов объемом от 1,4 до 1,8. Это заурядные двигатели, которые начали производиться в 1997 году. Данный двигатель создан на основе алюминиевого блока с тонкостенными чугунными гильзами. В ГБЦ 16 клапанов без гидрокомпенсаторов цепной привод ГРМ. Также двигатель оборудован системой изменения фаз газораспределения. Один фазовращатель на впускном распредвале. Этот двигатель максимально облегчен для улучшения его экологических характеристик. Поршни с укороченными юбками в боковой проекции имеют T-образный профиль. Также кулачки распредвалов сделаны более тонкими, чем у моторов предшественников. Двигатель 1ZZ-FE очень распространен. Его получили все популярные европейские и японские модели Toyota. Его ставили на Corolla, Celica, RAV4, MR2, также на Toyota Matrix и ее клон Pontiac Vibe. Также этот двигатель по лицензии получили некоторые китайские производители, такие как Geely и LeFan. А сегодня мы будем разбирать двигатель с Toyota Avensis с 2004 года выпуска. Что можно сказать о надежности данного двигателя? А она-то подкачала. Дело в том, что японские инженеры допустили ряд просчетов, которые в процессе признали и исправили. Итогом этой ошибки был дичайший масложор. Дело в том, что двигатель 1.8 уже при пробеге в 50 тысяч километров начинал поджирать масло пол-литра на тысячу километров. Действительное средство от такого масложора – это замена поршней и колец на новые. Причем до 2005 года, пока инженеры не решили данную проблему, жор масла возобновлялся. На фоне большого жора масла двигатель плохо тянул по трассе, дымил из маслозаливной горловины и из выхлопной трубы. Также гробил катализатор и лямбдазон и работал с пропусками зажигания. При залегании поршневых колец в масло попадало топливо и продукты горения. Из-за этого масло быстро деградировало и в первую очередь страдала муфта системы изменения фаз газораспределения VVTi и все пары трения данного двигателя. В целом двигатели 1ZZ FE после 2005 года и моторы с усовершенствованными поршнями больше никаких серьезных проблем не вызывают. При больших пробегах появляются вибрации по кузову. Они могут отдавать в руль. Причиной этому правая подушка двигателя. Если 1ZZ FE не заводится, виновником может быть стартер. Если не щелкает, то сломалась втягивающая реле. Кстати, о стартерах вы можете посмотреть наш отличный видос. Если двигатель 1ZZ FE заводится с долгой прокруткой, то следует проверить сетку бензонасоса. Быть может она забита. Дроссельная заслонка на двигателе 1ZZ FE с электронным управлением. Обычно она никаких нареканий не вызывает, но загрязняется слоем масла при масложоре и проблемах в системе вентиляции картерных газов. И вот тогда плавают холостые обороты, ухудшаются отклики на педаль газа. Заслонку надо в таком случае снимать и чистить. Система вентиляции картерных газов в двигателе 1ZZ FE максимально простая. Маслоделитель, который находится в клапанной крышке, соединен со впускным коллектором всего лишь двумя патрубками. Один патрубок входит во впускной коллектор после дроссельной заслонки, а второй – до дроссельной заслонки. Длинный шланг соединен через клапан, который на моторах с большим пробегом надо снимать и чистить раз в пару лет. Из-за закупоривания этого клапана нарушается отток картерных газов практически во всех режимах работы двигателя, а из-за рассыхания самого патрубка возникает подсос неучтенного воздуха. Мы рады знакомить вас с командой «АвтоСтронг-М». Итак, встречаем, Николай, и мы начинаем нашу разборочку. Форсунки на двигателях 1ZZ FE надежные и неприхотливые. Редко засоряются и выходят из строя. Но если в цилиндрах фиксируются пропуски зажигания, а катушки и свечи в порядке, то следует промыть либо почистить форсунки ультразвуком. На цилиндр с форсункой, которая недостаточно распыляет топливо, укажет белый налет на электродах свечи. Это говорит о бедной топливо-воздушной смеси. Если белый налет равномерен на всех свечах, то надо обратить внимание на бензонасос. Может быть сильно забит его топливозаборник. Вернемся к форсункам. После промывки надо поменять сетки фильтры, которые достаются сверху. Затем в магазине можно подобрать подходящие сетки фильтры. Для данных форсунок идеально подходят сетки с форсунок Bosch для автомобилей ВАЗ. Затем форсунки устанавливаются на новые уплотнительные колечки, которые находятся снизу и сверху. Легкосплавная клапанная крышка установлена на ГБЦ и уплотняется резиновой прокладкой по периметру и свечным колодцам. Обычно течь масла происходит именно по свечным колодцам. Эта неприятность устраняется за полчаса заменой этой прокладки. При снятии клапанной крышки необходимо обратить внимание на состояние цепи ГРМ, а также померить тепловые зазоры клапанов. На двигателе 1ZZ-FE клапаны не нуждаются в регулировке при пробеге в 250-300 тысяч километров. На необходимость регулировки клапанов указывает характерный стук на холостом ходу при средних и высоких оборотах. Если говорить по состоянию, то видим темный лаковый налет, но это никак не повлияло на состояние кулачков распредвала. Они без износа. Клапан VWTI на двигателях Toyota имеет классическую конструкцию – линейный соленоид, который перемещает золотниковый клапан. К неисправностям этого клапана приводят закоксовавшиеся примеси в масле, которые мешают подвижности золотника. При этом возникают такие симптомы, как неровная работа мотора, снижение тяги, медленный набор оборотов, а также в некоторых случаях непроизвольное подскакивание оборотов при переключении на нейтральную передачу. При этом фиксируются ошибки, которые указывают на неисправность в системе VWTI и на некорректное положение распредвала. В редких случаях возникает ошибка P1656, указывающая на короткое замыкание в соленоиде клапана, связанное с выгоранием микросхемы ВБУ. Неболадки в системе VWTI можно устранить путем чистки сетки фильтра управляющего клапана. Сетка фильтра находится в ГБЦ под самим клапаном. В ряде случаев может помочь чистка самой муфты и полировка ее изношенных поверхностей. Работоспособность клапана и подвижность золотника можно проверить, подавая кратковременное напряжение на клапан. Клапан должен щелкать. Такую проверку надо проводить желательно на горячем двигателе. Нередко клапан дает течь масла по корпусу, а именно между соленоидом и золотником. Чтобы решить эту проблему, надо располовинить клапан и поменять два уплотнительных колечка – внутреннее и внешнее. Из-за износа внутреннего колечка нарушается подвижность золотника, и это сказывается на работе двигателя. Успех данного ремонта зависит от того, сможете ли вы совместить успешно, надежно две части клапана, которые крепятся вот этими усиками. Муфта VVTi на двигателе 1ZZ-FE ходит порядка 200 тысяч километров. Если она выходит из строя, то двигатель начинает шелестеть и тарахтеть перед снятием муфты. А задача эта непростая, ее можно проверить. Для этого надо снять фишку с управляющего клапана, подсоединить туда провода с подходящими клеммами и подать напряжение. Сначала надо коснуться минуса, затем плюса. Если при касании плюса двигатель начинает глохнуть, значит муфта в порядке. Если же работает как работал, значит соленоид неисправен и даже могут быть проблемы в ЭБУ. Как и отмечалось ранее, муфту в некоторых случаях можно оживить. Для этого ее надо разобрать, но предварительно придумав, как открутить вот эти болты под пятигранники. Затем почистить, затем отполировать поверхность напротив стопора и собрать. Цепь на данном моторе не отличается долговечностью. Она может начать провисать и греметь как при пробеге в 150 тысяч километров, так и при двое больших показателях. При снятии клапанной крышки цепь можно проверить на поперечный люфт и на провисание. Как мы видим, цепь у нас изношена. В натяжителе цепи присутствует храповый стопор. Он не позволяет цепи ослабить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У ГБЦ двигателей 1ZZ FE есть одна интересная особенность. Здесь нет запрессованных седел клапанов. Вместо этого была применена лазерная технология нанесения седел клапанов на легкий сплав ГБЦ. То есть при износе и травмах седел такую ГБЦ невозможно восстановить. Серьезных проблем с этой ГБЦ не случается. Единственное, что из-за высокого расхода масла на угар данной ГБЦ, то есть выпускные клапаны, покрываются очень большим слоем нагара. Из-за этого выпускные клапаны теряют герметичность, падает компрессия в цилиндрах. Ну и здесь мы все наглядно наблюдаем. Из-за просчетов японских инженеров данный двигатель масло-то поджирал. Тонкостенные чугунные гильзы не подлежат расточке, то есть по задумке инженеров данный блок не ремонтопригоден. Когда вы будете лечить данный двигатель от масложора, надо обязательно померить цилиндры. Замена поршней на новые при эллипсности либо большой выработке хороших результатов не даст. При масложоре стенки цилиндров очень хорошо сохраняются. Главное следить за тем, чтобы масло сильно не деградировало и за его уровнем. Главное следить за тем, что коленвал опирается на бугельную плиту. Вкладыши, соответственно, коренные стоят здесь. И если смотреть по состоянию, то со смазывающими свойствами масла были явно проблемы. Как мы уже несколько раз упоминали, двигатели 1ZZ FE запомнились очень большим жором масла. Производитель признал эту проблему и в 2005 году успешно ее исправил. Суть проблемы заключалась в поршнях, а именно в залегании маслосъемного кольца из-за плохого охлаждения донышек поршней и неэффективного отвода масла через отверстия в поршнях. На финальной версии поршней появилось 8 отверстий для отвода масла через канавку маслосъемного кольца. Также появилось антифрикционное покрытие и единственная фаска на окружности поршней. В нашем случае поршни старого образца. Напомним, что Toyota Avensis 2004 года здесь по четыре отверстия для отвода масла. Смотрим по состоянию. Залегшее маслосъемное кольцо, изношенные юбки и, соответственно, изношенные вкладыши. Отметим, что двигатель 1ZZ FE термонагружен. Радиатор ему достался от моторов меньшего объема. То есть, если такой радиатор засоряется, то это приводит к проблемам с охлаждением. И в таких условиях масло быстро деградирует и коксуется. Второе. Теплоотвод через чугунные гильзы не оптимален. Поэтому поршни на двигателе 1ZZ FE работают под большой термонагрузкой. Это приводит к коксованию масла в канавках компрессионных и маслосъемных колец. Третье. Двигатель данный длинноходный. То есть, поршни быстро двигаются. И это не облегчает работу маслосъемных колец. Ну и поговорим про коленвал. Естественно, на всех шейках мы видим борозды. Это вот те самые частички масла оставили такие следы. Короче, двигатель 1ZZ FE до 2005 года – это полный мрак. Разборка закончена. Если бы не вот этот косяк с масложором, в принципе таки надежный хороший мотор бы был. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео. Покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». 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 «АвтоСтронг».